спасибо значит смотрите просто тема затронута я говорю пока не запилил отдельный ролик может и сейчас разговор будет это выхватка до из эфира значит смотрите если это кому-то информация поможет это замечательно причем с нами макс аллатарев возможно он эту информацию серьезно рассмотрит информация не сода это не перекись это не то что мы привыкли слушать и слышать это связано с ужасным недугом рак и из своих измышлений логических парадокс заключается в том что сама болезнь ужасная скрывает себе в своем названии лечение от этой болезни да да вы не слышались как бы это банально не звучало но речные раки является панацеей благо с нами сейчас в эфире находится олежка все всеми нами так горячо любимый у него мама свое время излечила ура груди ужасные помощью обыкновенных речных раков теперь я вам зачитаю рецепт распространяйте записывайте включайте диктофоны ну конечно может быть не сильно сто процентов я помню короче что речные раки спасибо уважаемый олег я специально кстати выдержал пару чтобы подтвердил олег большое спасибо землячок теперь я читаю коротенькую статью дело том что если сколопнуть хорошо интернет то мы с вами найдем колоссальное количество историй с положительным финалом когда люди с помощью речных раков побеждали это страшную болезнь случайно на одном из форумов нашел следующее сообщение от пользователя тамиха пишет он следующее хочу посоветовать рецепт против опухоли и злокачественных и качественных хотя я думаю они все злокачественные и мне его мне посоветовал все-таки мужчина пишет лет восемь назад один знакомый не буду долго описывать откуда он узнал и сколько людей людям помог скажу только одно что его родную тетю про оперировали она чуть не не умерла пошли метастазы врачи родственникам сказали что минимум две недели осталось за мол панихиду до заказывайте зовите родственников чтобы прощались сообщили тогда этому и моему знакомому сам он живет в одессе он зная рецепт сразу приехал на привоз рынок у них такой в одессе и купил много живых раков вот пожалуйста самый рецепт трехлитровую банку нужно набрать живых раков их не мыть не чистить а как и есть набросать банку нужно встряхивать чтобы раки плотно легли залить их до глава нашим живые залить их медицинским спиртом и поставить банку на неделю темное место но не в холодильник обвязал предварительно марлей горлышко через неделю спасение готово необходимо давать по 30 грамм три раза в день больному и выпить тети знакомого сначала просто заливали столовой ложкой в рот так она вообще не могла не есть не пить ей на тот момент зашили толстую кишку из живота у нее короче торчала трубка внутренне поддерживали жизнедеятельность через какое-то время когда большой больной начнет чувствовать себя лучше дозу необходимо увеличить до 50 грамм три раза в день тетя которая уже была похожа на скелет через два месяца была выписана из больницы через полгода она полностью выздорово было слезов от метастаз не обнаружено до сих пор эту настойку она периодически пьет курсами эта женщина занимается бизнесом торгует на рынке продает по пол машины капусты и совершает пешие прогулки с мужем на побережье по 78 километров вот такая история я думаю она достоверная вы знаете я когда-то хотел в эфире 10 раз пошутить я наверно сейчас пошучу я хотел шутку такую в эфире сказать уже раз 10 если хотите снизить риск заболевания раком глушите граждане водку водка она облак не только облагораживает но и дает большую вероятность того что вы будете спасены тут наверное не только сами раки помогли мы а почему не залили молоком или кипятком а залили спиртом я думаю алкоголь это какая-то уникальная вещь наших суровых реальностей люди которые попадали в эпин центр чернобыльской ликвидации многие дожили до сегодняшнего дня потому что в зюзю накидались водкой полезли так сказать уничтожать огонь и так далее чернобыльской ликвидации я не думаю 10000 ну вот я в это ну это Продолжение следует...